Я так рад видеть вас сегодня в Доме Господнем. Сегодня мы завершаем наш период времени поста и молитвы. И это такое заключительное, торжественное собрание. Я верю в Слово, которое дал мне Господь. Оно, возможно, не предназначено, чтобы сегодня много восклицать, но оно глубокое, оно по своему смыслу очень важное. Оно открывает для нас большие горизонты Божьей благодати. Но оно не так просто к принятию. Поэтому я подумал, а что если, Господи, причина или результат нашего поста, нашего поиска Тебя, Ты даешь нам сегодня Твои ключи, ключи к большему, ключи к благословенному. Хочу напомнить, что мы также продолжаем серию проповедей, начатых мною прошлого воскресенья, в которых мы назвали так, что «Открой для себя Божий дизайн». Мы говорили о том, что когда мы пришли на землю, позвольте мне сделать немножко повторения, когда мы пришли на землю, Бог привел нас в самой минимальной капасите или возможности, что мы можем. Мы призваны в Его планах. Мы для умножения, мы для влияния, мы для того, чтобы на земле распространялось Царство Божье через нашу жизнь, через наших детей, через все, что мы имеем. Но сегодня я хотел бы поговорить обо самом мощном, что Бог предложил, или самым сильным, открывающим для нас самые большие возможности, действий, которые может только иметь человек на земле в своих отношениях с Богом. Для этого я хотел бы положить в основу, или начать свой текст, или свою проповедь с текста Писания, который для нас всех известен. Он записан Римлянам, 12 глава, с 1 стиха. Давайте мы прочтем и будем об этом размышлять. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать. Слово «познавать» – оно такое важное слово. Ум, познающий что-то, дает нам право и возможность жить по-другому, познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Апостол Павел умоляет людей изменить свое мышление смирского на духовное или на мышление царства. Он обращается, или путь, по которому Он обращается к верующим, говорит о некой особенности, срочности, важности этого обращения. И поэтому Он применяет фразу «умоляю вас, братья», или просто «умоляю» – «милосердием Божьим». Можно ли что-нибудь просить у людей по-другому, более веско, более влиятельно, чем этими словами «умоляю» и притом «милосердием Божьим». Апостол умоляет людей что-то срочно сделать. Такое обращение люди принимают только в некоторых отдельных, крайних случаях. И один из этих случаев, наверное, тогда, когда мы видим, что высокомерие, невежество ведут человека к полному провалу или к очень негативным посредствиям, тогда в таком случае можно применить именно вот этот подход «умоляю тебя», «милосердием Божьим». Или если человек видит опасность, если мы хотим кого-то предупредить в опасности, кого-то слепца, который игнорирует реальность, и тогда можно применить именно такой подход. Апостол Павел желает, чтобы мы стали живой жертвой. Потому что мирской менталитет заставляет бежать, видел Павел, наверное, как верующие люди, исповедующие Иисуса своей жизни, но при этом не обновившись в свой разум, они не стремятся к Божьему, они стремятся в другую сторону, они стремятся к своему разрушению. Наш менталитет, он отчасти, мирской менталитет, сформирован нашей плотью, желанием вашей плоти. И Павел, когда говорит здесь о жертве, умоляю вас быть живой жертвой, это его призыв. Вы знаете, что для ума, который контролируемый нашей плотью, стать жертвой, это что-то очень, очень страшное. Например, кто из вас перед постом думал, что это так будет долго? Поднимите руку. Это так будет тяжело. А сейчас что мы скажем? Это было классно. Это было быстро. И меня иногда спрашивают, пастор, давай продлим это все. Давай еще хоть месяц какой-то. Давай, это же так быстро пролетели недели. А плоть твердит нам другое. Поэтому Павел нас призывает к жизни. Жизни, новой жизни. Жизни, сформированной обновленным мышлением. Жизнью, которая имеет потрясающий результат. Это приводит нас к теме нашей сегодняшней проповеди, которую я назвал «Благоухание жертвы». «Благоухание жертвы». Меня всегда волновал вопрос. Или несколько вопросов. Когда я читал, что и принесли люди жертву, то есть они положили животное на огонь, или несколько, или много животных. И когда шел дым, подымался в небо, и написано, объял Бог эту жертву как благоухание приятное. И я всегда думал, что же в этом дыму приятного? Если, ну, понимаю, есть аромат, есть то, что издает некое благоухание, есть специальные вещи ароматные, когда их ложится на огонь, они издают некое благоухание, приятное для нашего запаха. Но что именно в этом? Поэтому хотел бы сегодня, чтобы пригласить вас размышления именно об этом. Давайте прочтем еще один текст Писания, который записан в Ботие, 8 глава, с 20 по 21 стих. «И устроил нор жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники, и обонял». Еще раз вот это выражение. «Господь приятное благоухание, и сказал в сердце своем». Заметьте, какой ключевой момент истории. Мы иногда думаем, мы даже не нашим детям, мы часто рассказываем, как Ной вошел в ковчег, как Бог закрыл двери, как был поток, как вышел. Но мы пропускаем, наверное, важные вещи, которые практически формируют наш успех. И обонял Господь, приятное благоухание, и сказал Господь в сердце, жертва, она меняет сердце Бога. «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что, такими словами, все равно с этим человеком ничего не поделаешь. Его зло, потому что помышление сердца человеческого зло от юности. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Я хотел бы сегодня ответить на два вопроса. Почему благоухание жертвы настолько приятно для Бога? Почему Богу нравились жертвы? Неужели Бог хотел, чтобы мы Ему что-то отдавали? Неужели Богу это нужно? Почему Ему это нравилось? И второй вопрос. Почему это нужно нам? Какую важность и жертва играют в нашей жизни? Почему это так важно? Поверьте, мое желание сегодня не просто дать вам какое-то размышление своих размышлений или дать вам какую-то информацию, но я хотел бы сегодня делать, продолжать делать то, что делал Павел, призывая нас к переменам и шлению, которое приведет нас к жизни жертвенной жизни, жизни, которую он назвал «живая жертва». Первое, почему Богу нравилась жертва, потому что акт жертвоприношения, так я сформулировал первую фразу, акт жертвоприношения содержит приношение, которым человек чествует Бога. вы можете высвятить следующий слайд. Акт жертвоприношения содержит в себе элементы, когда человек чествует Бога. Заметьте, что бы вы делали бы, вернемся к тексту, который я прочитал, если бы вы были Ной, и вы долго работали, долго строили ковчег, лет сто и больше, вдруг пришел поток, вы в этом ковчеге, вы долго плаваете, животные, ну, там не все было, наверное, вот прекрасно, там не было освежителя воздуха, там, наверное, много было животных, животные, как всегда, приносят с собой все свои запахи, ну, вот, и вдруг заканчивается вот это путешествие, наконец-то Бог исполнил все, что хотел, наконец-то, можно сказать, ну, все, новая страница человеческой истории, открываются двери, выходи, что бы вы сделали бы? Я думаю, что мы в своем Бекьярде, а Бекьярд тогда у Ноя был, вся земля, первое, что бы сделали бы барбекю. Семья у него была, мясо долго не кушали, ничего такого искусного, не принимали пищу, кажется, вот надо было бы начать так, но Ной что-то знал о жертве, и поэтому он отделил и всех своих чистых животных, а их было не так много. Можете представить, ему было только 14 единиц каждого чистого животного, например, 14 овечек, 14 коров, 14 этого и этого и этого, и вдруг из этого, это кажется много, но семейство, но нужно наполнять землю, нужно начинать все сначала, кажется, каждая единица важна. И он берет, и первое, что он делает, он строит жертвенник, и на жертвенник приносит всех этих животных, заколает их, зажигает, и этим он почтил Бога. Поэтому первое, друзья, жертва приятна Богу, потому что человек ставит Бога впереди всего, важнее всего, и выражает это не просто работой своих уст, или своих губ, или своего языка, но делает это на деле, отдает то, что драгоценно, то, что важно, то, что себе так нужно, то, что себе пригодится в любое время, он отдает Богу, и это Богу нравится. Богу нравится, когда ты что-то делаешь жертвенно. Если ты в это веришь, скажи аминь. Второе, Богу нравится жертвам, потому что акт или действие жертвоприношения не содержит элементов гордости, высокомерия и эгоизма. Братья и сестры, Бог нас наделил, я сейчас объясню, что я имею в виду, Бог нас наделил чудесными чувствами. Мы имеем зрение. Наше зрение имеет потрясающую способность определять ситуацию, атмосферу, в которой мы находимся. Мы имеем слух, который тоже нам помогает дополнять, дополнять, ну вот, ощущения вот этого присутствия, но мы не понимаем, насколько важен наш нос. Наш нос, он выполняет потрясающую работу. Он всегда дает нам знать, мы в хорошем месте или не очень. Я помню, был молодым, когда мы были еще детьми в церкви. В церкви у нас был один пожилой брат, ну и он не очень хорошо за собой ухаживал. Возле его всегда было свободное место. Вот. И мы, как дети, мы же не заходили за 15 минут садиться в собрание, а последнюю минуту, и уже мы забегаем в собрание, оп, единственное место возле этого брата. Но наш знает, что там сидеть не очень приятно. И поэтому мы с друзьями думали, кто, вот, кого отправить, кто будет ближе за Него сидеть. Это наш нос. Он подскажет, что у нас комната, у нас в доме что-то, что-то начало портиться. Он подскажет, что здесь кто-то давно не жил. Он подскажет многие вещи. Но знаем ли мы, что у Бога тоже есть нос? И хочу вам сказать, что все наши дела пред Богом, Он не только их видит, что мы делаем, Он не только слышит, что мы делаем, но у Него еще есть обаяние. Все наши дела приходят пред Богом или как благоухание, или как неприятное зловоние. Когда я размышлял об этом, мне казалось, размышлял о важном, мне показалась такая картина, что эгоизм человечества, самолюбие, наша важность, наша возвышенность, наша способность знать, кто мы в обществе, она очень много посылает пред Богом различного нехорошего запаха. Мне кажется, на этой, можно сказать, горе или на местности, где Ной приносил эту жертву вдруг за, может, за 600 лет или за сколько впервые Бог почувствовал своим обонянием, что вдруг с земли наконец-то пришел другой запах, запах, в котором нет эгоизма. Когда, поверьте, когда Ной принес эту жертву, там не было эгоизма, там никто не думал за себя, там думали за Бога, там думали за благословение земли, там думали за будущность, которая приходит от него свыше. И я для себя примерно вижу такую картину Бог вдруг и написано особенно в английском переводе, там написано сутин или успокаившее восприятие, вот аромат пришел к Богу. Поэтому второе, почему Богу нравится жертвенность, потому что в жертвенности нет ничего человеческого. Дорогие братья и сестры, я думал о нас с вами, когда размышлял об этой встрече, об этой теме, я размышлял нас с вами. Мы иногда часто не ходим в собрания, потому что нам что-то не нравится. Как вы думаете, Бог знает, что мы не ходим? Знает. Что говорит аромат, который приходит к Богу? Правильное что-то, красивое что-то, полезное что-то, приятное что-то? Иногда я думаю, что Бог просто уводит свое, отдаляет себя, как мы бегим от зловония. Я не один раз видел, особенно когда мы нашу молодежь возили на миссию, и были места, которые они заходили с радостью и выбегали оттуда вот так, потому что не были знакомы с той системой. И я так думал, что иногда Бог отдаляет себя, потому что наш эгоизм сегодняшний, и наша личная вот эта вот эроганс, или как правильно сказать по-русски, наше возвышение, наше самолюбие, в котором нет жертвенности, оно неприятно Богу. Поэтому Бог искал жертвы, чтобы воспринять что-нибудь приятное. Следующее, что мысль, которую я сформулировал, то, что акт жертвенности это не дым горящего приношения, это акт полного послушания. Братья и сестры, когда я размышлял для себя, я примерно понял, Бог не искал какого-то дыма, Он искал послушания человеков. Вы помните историю, которая случилась с царем Саулом, она записана в тексте Писания в Царстве, где, и мы давайте прочтем ее, где Самуил, пророк, пришел к Саулу, который принес Богу жертвы, и он сказал ему, давайте прочтем, что написано, и отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание глазу Господа, послушание лучше жертвы и повиновение лучше туков овнов. В английском переводе слово повиновение переводится внимательность к Богу, внимательность к Его повелению, внимательность к Его желанию, оно лучше, чем любое приношение, благодатью. когда Бог ищет жертвы, Он не ищет какое-то, какое-то лишение, Он ищет нашего послушания и нашего внимательного повиновения Господу. Если ты в это веришь, скажи Аминь. Это почему Бог ищет жертву. Следующее, почему Бог ищет жертву, потому что акт жертвенности дает Богу причину заменить наказание благодатью. Заметьте, Бог всегда искал возможность благословить людей. Бог всегда, еще раз хочу сказать, Бог всегда искал возможность благословить людей. И даже книжникам или священникам, которые всегда, когда Иисус был на земле, помните, что Он сказал, пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертв. Бог ищет путей благословить нас с вами. И жертва это то, что дает Ему на это право. Написано, мы прочитали даже этот текст Писания в начале, что Ной вдохнул Бог и сказал, больше никогда этого не сделал. Вторая история, множество таких историй, но помните историю, когда народ израильский, они настолько роптали, и Божьи наказания были, они продолжали роптать, что написано, было поражение от Бога пришло. И когда увидел Моисей поражение, вот что он сделал, он говорит, Арон, бери-ка дельницу скорей, ложи туда из жертвенника огня, возьми туда курение и срочно беги, беги, сколько у тебя есть силы, беги, чтобы встретиться с поражением, потому что это единство, что может остановить гнев Божий. Потому что он видел, возгорелся гнев Божий, и никто, и ничто не может остановить его, кроме одного, это жертвенность. И бегит, я вижу для себя картину, этот священник, Арон, бегит, сколько у него силы, как скорая помощь сегодня мчится с мигалками и встал на месте, где было поражение и написано, утихнил Божий. Бог ищет, и жертва дает право Богу заменить, заменить гнев на благословение, заменить наказание на помилование, это пруть, по которой Бог дает нам свою благодать. Я хочу вам сказать, братья и сестры, все, что мы имеем сегодня от Бога, это из-за чьей-то жертвы. Следующая мысль, которую я хотел бы сказать о жертве, что действие жертвенности побуждает Бога ответить соответственно его щедрости. Можете высветить другой слайд. У Бога есть щедрость. Я часто размышляю о том событии, когда Авраам стоял со своим сыном один на один с Богом, построивший жертвенник. Когда Бог сказал ему, возьми дров, возьми своего сына и принеси его жертву. И вот стоит этот старец, который, кажется, всю жизнь ради Бога прошел свою жизнь, скитался по земле и в его жизнь пришел от Бога такой вызов сделать самую большую жертву, которую он только мог сделать. Связавший своего сына, положил его на дрова, поднявший руку со ножом и друг ангел Божий. Не делай этого. Теперь я знаю, я уже почувствовал, другими словами, он говорит, Бог уже принял фимиам, аромат твоей жертвы. И вот что Бог говорит, он клянется собою, он клянется собою, что Бог явит свою щедрость на твою жертву. Бог, Богу нравится жертва, потому что жертва, она дает ему возможность, она дает ему возможность явить на землю свою щедрость. вот почему ему нравится жертва. И последнее, Иисус является центром всех жертвоприношений. Еще раз хочу сказать, Иисус является центром жертвоприношений. Я хочу, чтобы мы увидели следующую картину. В Ветхом Завете Иисус был причиной, чтобы люди приносили жертву. В Новом Завете Иисус является единственной и самой важной причиной, почему мы призваны жить жертвенной жизнью. Вы можете сказать Аминь. Аллилуйя. Иисус является центром всей жертвы. Позвольте мне сделать немножко заключение. Это Он стал человеком, который почтил Бога своей жертвой, своей жизнью. Он не только было в Него этих несколько дней страданий, Он всей своей жизнью и своими страданиями, Он почтил Бога самой лучшей жертвой. Написано, Он зашел пред Ним. Кто зашел? Иисус зашел пред Богом. Второе, что Он сделал, в этой жертве не было, в Ее жизни, в жертвенной жизни Христа не было никакого элемента самолюбия, тщеславия, гордости, превозношения, противления. Как Агнец пред скригущим написано, был, как был, безгласен, Он выполнил Свою жертву, ставшую для нас самым ярким примером, потому что Христос знал жертву, которую ищет Господь. Это жертва, где нет человеческой природы, где нет зломония человеческих поступков. Он оказал самую великую послушание, написан, Он был послушным до смерти и смерти крепкой, крестной. Его жертвенная жизнь остановила Божий гнев и Божий суд на земле. И поэтому мы сегодня живем в летах Господне благоприятное, мы живем под благодатью. Можете представить, что мы живем в лучшее время на земле, потому что земля две тысячи лет не знает, что такое гнев и суды Господни. Но когда закончится это время, мы читаем в книге Откровений, когда люди отвергнут жертву Христа, когда люди снова захотят жить самолюбивой жизнью, земля снова узнает потрясающий яростный гнев Божий и его доброта. Его жертва она откликнула или сегодня сделала нас обладателями Божьей доброты. Аллилуйя! Он отдал себя, но на его жертву Бог ответил своей добротой, Бог ответил своим богатством славы, Бог ответил своим величием. И мне хочется сегодня сказать, посмотрите, что сделал Бог, посмотрите, что сделал Христос одной своей жертвой. Это так чудесно, так много. И хотел бы закончить свое слово последним текстом Писания, мы помолимся. Ефесянам 5 глава с 1 по 2 стих. И так подражайте Богу. Если мы считаем, что жертвой Иисус достиг больше всего, если мы видим из Писания, что только жертва может открыть для нас самые неукротимые возможности, то Писание обращается к нам и говорит, и так подражайте Богу, как чадо возлюбленное. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Аллилуйя! Моё желание сегодня, братья и сёстры, чтобы Дух Святой, когда мы будем сейчас преломлять хлеб и принимать чашу, чтобы Его мощная работа над нами совершилась, и мы смогли подражать Иисусу. В чём подражать? Мы хотим продолжать поклонение. Нам нравится музыка и пение, и это легко, но в жертвенности, но в жертвенности это славно. Бог до сегодняшнего дня ищет на земле, потому что на земле продолжается грех, продолжается, Он живёт, Он живёт сегодня ароматом жертвы Христа, и я бы хотел, чтобы сегодня Он также жил ароматом церкви Иисуса Христа, который своим послушанием, который честуя Бога, который принося Ему наше служение, нашу жизнь, который не имеет элементов самолюбия, тщеславы, возвышения, но полного послушания, понимая, что значит жертва для Бога, и мы могли подражать Богу, как чадо возлюбленное. обслуживание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!